Тиграм 131 Тиграм 131 Тиграм 131 Тиграм 131 Тиграм 131 быстрее, чем круп, который является средним танком. А это все-таки тяж. И при этом, ребят, у него 220 единиц альфы. Но все-таки это шестерка, а не пятерка. Ну, в общем, короче, не будем пытаться сравнить несравнимые вещи. Что касается ДПМа. Он, в принципе, довольно неплохой. Практически 2000. Время сведения не очень приятное. То же самое касается и разброса. Хотя особой неточностью орудие не отличается. Пробитие 150 мм, если не хватает. Добирайте голдой. Ну, а я же себе поставил на орудийный досылатель для того, чтобы чаще постреливать. Ну что. Заходим в бой и попытаемся машинку реализовать. Итак, друзья. Ринулись в бой. Хотя ринулись это очень громко сказано, потому что машина особой подвижностью не обладает. В то же время, с учетом того, что это тяжелый, все-таки танк, а не СТ-шка, едет вполне себе уверенно. Что хочется отметить по ценнику, ребят. На моей памяти машина появлялась на продаже за последний год несколько раз. Один раз машина появлялась на продажу за 3000 золота. Но, правда, там был плюс-минус жирненький наборчик. Там можно было взять не прям аккаунт, а там были дополнительные плюхи всякие. И были более бюджетные предложения. За 2000, по-моему, два раза машина выходила на продажу. Короче говоря, если не ошибаюсь, что три раза в год машина на продаже появлялась. По крайней мере, за последние 12 месяцев. Что хочется отметить по машине. Ничего уникального, ничего выдающегося и ничего сверхъестественного вам эта машина не предоставит. Обычный тяжелый танк. Вот, как вы видели сейчас в планку мехвода, о которой я говорил, абсолютно спокойно мне прилетело на целых 400 единиц. И теперь я нервно курю позади вот этой ВК-шечки, 36-й, просто понимая, что если я куда-нибудь сейчас поеду, то у меня будут существенные проблемы. Ты мне еще и обзор перекрыл собой. Красавчик, молодец. Могли сейчас с тобой закинуть вдвоем, но в итоге будем радоваться тому, что ты набросил урона, а я был вынужден немножко обождать. Так, в любом случае, спасибо тебе большое. Это действительно было с существенной помощью. Пропускаю тебя вперед. У тебя все-таки есть чем танковать. Да ладно тебе, ну почему именно меня, я понять не могу. Я что, самый страшный здесь, что ли? Средний урон 220 единиц, довольно-таки неплохой, но в то же время это далеко не самое лучшее, что могло бы быть. Хотелось бы, безусловно, немножко больше, просто потому что сама машина не сильно живучая, а раз она не сильно живучая, не понял. Ладно, раз она не сильно живучая, то ей могли бы дать более уронное орудие для того, чтобы прячусь как могу, реально. Все равно не помогло. Обратите внимание, куда постоянно пробивают. Пробивают в верхнюю планку, то есть вот в планку мехвода и делают это на постоянку. Крайне, крайне дискомфортно играть, когда тебя на тяжелом танке вот так легко расшивают. Ладно, досматриваем бой, смотрим на результаты, возьмем машину, зайдем еще в одну каточку. Параллельно с тем, пока бой будет заканчиваться, то закончу мысль свою по поводу Альфы. С учетом того, что машину очень быстро разбирают, она не очень подвижная, убежать на ней не так уж и легко, то было бы неплохо, чтобы разработчики сделали небольшой апп данной машине и добавили ей все-таки немножечко урона за выстрел, потому что в 220 единиц урон вроде бы как бы и неплохой, но в то же время, смотрите, тот же самый Цзюну, да, если я правильно читаю его название, имеет запас прочности в 1200. Средняя Альфа 220, ну давайте возьмем 200. Мне необходимо сделать 6 точных выстрелов по такому тяжелому танку для того, чтобы его вынести в ангар. И это, ребят, мой одноклассник. Поэтому я и говорю, что данная машина потерпает именно от слабой бронированности, не от того, что пушка какая-то плохая, не от того, что подвижности не хватает, а именно из-за вот этой вот дурацкой планки мехвода и крайне ужасного переднего бронелиста. Ну а играть постоянно где-то от башни вроде бы и угол склонения орудия позволяет, но далеко не всегда. Там минус 8, но по факту играется, как не знаю, минус 6, наверное, на каком-то ИСе. Что наша результативность? А наша результативность третье место в команде по урону. Сейчас лайканем наших ребят, как обычно, которые сражались с нами плечом к плечу и принесли победу. Ну и похвалим обязательно наших соперников, которые достойно, достроенно сражались, хоть и проиграли. Ну что, берем тачку, поехали в следующий бой. Ну что, друзья, поехали. Вторая катка. Может быть, получится сделать чего-то большего. Может, не настолько бодро будут нас разбирать. Я, жаль, не посмотрел, кто играл на ВК-шке в прошлом бою, и мне почему-то кажется, что это тот же самый игрок. Бывают все-таки совпадения. Мир тесен. Ну что, давайте попытаемся. ВК решил ехать через город. Не знаю, насколько это правильно. Мне в городе делать абсолютно нечего, потому что на ровных площадках пробивают очень легко. Мне необходимо найти где-нибудь такую позицию, в которой я хотя бы в начале боя смогу немножко потянуть времени своим присутствием, отыгрывая конкретно от башни и пытаясь не подставлять свой, я бы сказал, практически картонный корпус. Машина. Я бы не сказал, что чем-то очень интересно. И если вы имеете возможность или уже прошли веточку тяжелых танков в дереве Германии, то я думаю, что все те же самые ощущения от игры вы сможете получать, играя на обычных проходных тачках. Вот серьезно, ничего уникального, ничего удивительного. Может быть фарм какой-никакой, но я не могу сказать, что это фармер и что на шестом уровне вы сможете зарабатывать достаточное количество серебра для того, чтобы позволить себе быстро покупать какие-нибудь танки. Ну, короче говоря, явно, явно не инструмент для заработка серебра в нашей игре данная машина. Так, подловили мы АТ-8, сейчас немножко поразбираем его, заодно набросаем дополнительного урона в копилку и таким образом сможем заценить, а что мы будем получать за настрел на данной тачке. Так, повезло мне, очень сильно повезло, что меня не пробили. Сейчас перекатываемся, захватываем точку вместе с ВК и дальше будем стоять в глухой обороне и пытаться встретить наших врагов. Но, 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 нет, не поджимай меня, он сейчас попадет по мне и собьет захват и будет не очень хорошо. Получается, что все, что мы с тобой делали, просто будут труды на смарку. Ай, 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 ай. Так, ну что, подвигаемся чуть ближе, становимся за камнем и пытаемся себя реализовать, насколько это возможно. Благо, все четверо находятся там. Блин, сведение, зараза, подводит и очень сильно. Шкода решила не ждать. Шкода решила пойти в прорыв. Да что ж такое-то, а? Нет, ну танкуем. Это уже хорошо, потому что если бы мы сейчас еще и не танковали, было бы совсем грустно. Но что-то мне кажется, что мы в этом противостоянии не выстоим. Не хватит нам ни времени перезарядки, мне жаль. Все, ребят, ВК вынесли, ну а без ВКшечки мне делать нечего. Как видите, разбирают в одни и те же точки, никто ничего не выцеливает. Просто бьют в план комихвода, просто бьют в передний бронелист и никому не нужна ваша холеная комбашня. Ну вот, как есть, ребят, так есть. Я не собираюсь ничего приукрашать, не собираюсь ничего вырезать. 2000 нанесенного урона, знак классности третьей степени, что у нас по фарму. С учетом того, что мы проиграли, но у нас есть прем-аккаунт 24 тысячи, ну а если без према, то вот, пожалуйста, вам результаты. Можете взять калькулятор, посчитать, что там, сколько затянуло, но чисто ганом получили бы 11 тысяч. Короче, до фармера машине очень далеко. Хвалим наших ребят из команды, они действительно это заслужили. Мы с ВК сделали все, что могли, держались, столько, сколько получилось продержаться, к сожалению, не вытянули. Поражение есть поражение, но, по крайней мере, оно было, как мне кажется, достойным. Покупать или не покупать данную машину, ребят, я не могу вам прямо сказать. Я не знаю, коллекционер вы или нет, но если вам нужна машина играбельная, которая будет давать результаты, будет фанить, которая будет по результатам боя оставлять у вас приятные впечатления, то лучшее данного тигра себе не рассматривайте. Как я говорил, похожие, аналогичные машины вы абсолютно спокойно найдете вот здесь вот, тот же самый Тигр 1 на 7 уровне играется приблизительно точно так же и дойдет тот же самый по ощущениям геймплей. Да, это шестерка, не семерка, но все же, ребят, правда, есть правда, покупать, не покупать, решать вам. Своё мнение я уже высказал и не один раз. Переходите по другим ссылкам, посмотрите обзоры, я думаю, вы все поймете. Я побежал снимать для вас следующее видео, а еще готовиться к сегодняшнему стримчику. Сегодня день рождения канала, и я хочу пообщаться Желаю мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.